7 июля 1941 года. Допрос генерала Павлова. 7 июля 1941 года. Допрос генерала Павлова. Митрополит Белгородский мистер Аскольский Миан Изам. Наркома обороны СССР Лев Михлис. Между дними эпохи, но мысли то не очень похожи. Фото из открытых источников. Владимир Санин. Все статьи автора. Из номера 047 за 5 июля 2019 года опубликована полночь 6 5 июля 2019 года. Комментарии. 5. Версия для печати отправить по почте. Боевой офицер не признал себя виновным в измене Родине. В первые месяцы войны практически более 60% Красной Армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва, которая была принесена за безбожие. Слова эти, произнесенные недавно митрополитом Белгородским и Староаскольским Иоанном, вызвали вполне понятный гнев и вомущение у многих россиян. Так топорно трактовать события трагического лета 1941 года неправильно, несправедливо ни с исторической, ни с человеческой точки зрения. Тянет спросить высокопоставленного служителя, а в 45-м победили фашистов и взяли Берлин сплошь верующие, крещеные. Тогда в топку войны были брошены те же безбожные поколения 1926-1927 годов рождения. Ну да бог с ними, толкователями всего земного и небесного. Нет смысла вести полемику на таком примитивном, пещерном уровне. Лучше обратиться к документам. Хотя бы к этому, опубликованному в труде под заголовком «Трагедия генерала Павлова» в сентябре 1994-го. В ту пору во многом еще по инерции, оставшейся от Горбачевской гласности, открывались архивные свидетельства не только былых побед, но и страшных поражений. И это одно из них – протокол допроса генерала армии Дмитрия Павлова. Герой Советского Союза, к началу войны командующий войсками белорусского, западного, особого округа, 44-летний генерал был рядовым и унтер-офицером в Первую мировую, воевал в гражданскую, отличился в Испании, участвовал в Советско-финской войне. А из Великой Отечественной на его долю выпали самые трагические и беспощадные дни. Обвинен в трусости, самовольном оставлении стратегических пунктов, развале управления войсками и прочих прегрешениях и расстрелян вместе с соратниками начальником штаба Западного фронта Владимиром Климовских, начальником связи штаба Андреем Григорьевым и командармом Алексеем Коробковым. Их расстреляли равно через месяц после начала войны 22 июля. Из протокола того допроса, длившегося 2 часа 40 минут, приведем несколько фрагментов, говорящих о том, что следователи вовсе не ищут истины, они заранее вынесли приговор. Кстати, вам такой незамысловатый подход ничего и никого не напоминает? Итак, точка. Вопрос. Вам объяснили причину вашего ареста? Ответ. Я был арестован днем 4 июля в Г. Должске, где мне было объявлено, что арестован я по распоряжению ЦК. Позже со мной разговаривал Михлис и объявил, что я арестован как предатель. Вопрос. В таком случае приступайте к показаниям о вашей предательской деятельности. Ответ. Я не предатель. Поражение войск, которыми я командовал, произошло по независящим от меня причинам. Вопрос. У следствия имеются данные, говорящие за то, что ваши действия на протяжении ряда лет были изменническими, которые особенно проявились во время вашего командования Западным фронтом. Ответ. Я не изменник. Злого умысла в моих действиях как командующего фронтом не было. Я также не виновен в том, что противнику удалось глубоко вклиниться на нашу территорию. Вопрос. Какие меры вами были приняты как командующим для предотвращения прорыва фронта? Меры эти вы считаете исчерпывающими? Ответ. Нет. Недостаточными. Но большего я не мог ничего сделать, так как частей меня не было. Вопрос. Вы приняли меры, чтобы обеспечить армии радиостанциями? Ответ. Да, все меры на этот счет мною были приняты. Когда в первый день боя Кузнецов позвонил мне и просил прислать радиостанцию, так как имеющиеся у него три были разбиты, я затребовал их из Москвы самолетом. Москва сначала не отвечала, а после повторных моих требований ответила, что выслала 18 радиостанций. Но до дня моего ареста эти радиостанции получены не были. Вопрос. Изменнические действия были со стороны ваших подчиненных? Ответ. Нет, не было. У некоторых работников была некоторая растерянность при быстро меняющейся обстановке. Вопрос. Напрасно вы пытаетесь свести поражение к независящим от вас причинам. Следствием установлено, что вы являетесь участником заговора еще в 1935 году и тогда еще имели намерение в будущей войне изменить родине. Ответ. Никогда ни в каких заговорах я не был и ни с какими заговорщиками не вращался. Это обвинение для меня чрезвычайно тяжелое и неправильное от начала до конца. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...